Роберт Уилсон «А верно ведь, хороший лев!» – сказал Макамбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые. Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и с любопытством посмотрела на мужа. Фрэнсис Макамбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен, его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый. Ему было 35 лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что на глазах у всех проявил себя трусом. «Выпьем за льва», – сказал он. «Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали, Уилсон», – продолжал Макамбер. «Не будем говорить про льва», – сказала Маргарет. «И зачем это случилось?» «Ах, зачем только это случилось?» Маргарет встала и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой. «Женская блажь», – сказал Уилсон, – «это пустяки, нервы, ну и так далее». «Нет», – сказал Макамбер, – «мне это теперь до самой смерти не простится». «Ужасно неприятно эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда?» «Я хочу сказать, никто о ней не узнает». Уилсон холодно посмотрел на него. «Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак», – подумал он. «А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев? Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в клубе?» «Нет, я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. Этот счет может быть спокойный. Но просить меня об этом не принято. Я болтать не буду. Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщины никогда не дают промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает». «А я удрал, как заяц», – сказал Маккендер. «Может быть, я еще отыграюсь на буйволах? Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди». «Хоть завтра, если хотите», – ответил Уилсон. «И бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось». Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Маккембер лежал на своей койке под сеткой от москитов и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло. Только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный, сосущий страх. Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Он испугался. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудило, что он совсем рядом с лагерем. «Похоже, что старый», – сказал Роберт Уилсон. «Мы увидим его, постараемся». «Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его?» – спросил Макамбер. «В лопатку», – сказал Уилсон. «Если сможете в шею, цельте в кость. Старайтесь убить на повал». «Надеюсь, что я попаду», – сказал Макамбер. «Вы прекрасно стреляете», – сказал Уилсон. «Не торопитесь, стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий. Пойду посмотрю, все ли готово». Уилсон встал. «Когда он уходил, лев зарычал снова. Вот расшумелся. Мы эту музыку прекратим». «Что с тобой, Фрэнсис?» – спросила Макамбер. «Этот рев, черт бы его, побрал. И мне нужно убить эту гадину», – жалобно сказал Макамбер. «Ты убьешь его, и все будет чудесно», – сказала жена. «Я знаю, мне просто не терпится посмотреть, как это будет». К ним подошел Роберт Уилсон. «Едем», – сказал он. «Все уже в машине». «Патроны у вас?» «Да». «Я готова», – сказала миссис Макамбер. «Надо его утихомирить», – сказал Уилсон. «Садитесь к шоферу. Мем Саюб может сесть сзади со мной». Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло. Автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макамбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась. «Вот он», – услышал Макамбер шепот Уилсона. «Впереди, справа. Выходите и стреляйте, лев замечательный». Теперь и Макамбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. «А отсюда стрелять нельзя?» – спросил Макамбер. «По льву из автомобиля не стреляют», – услышал он голос Уилсона у себя над ухом. «Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять». Макамбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг. И лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макамбер выстрелил, и, услышав характерное уонг, понял, что не промахнулся, но лев уходил все дальше и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора. Макамбер стоял неподвижно. Его тошнило. Руки, все не опускавшие ружья, тряслись. Возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же рядом оба туземца тараторили что-то. «Я попал в него», – сказал Макамбер. «Два раза попал». «Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь», – сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали. «Может, вы его и убили», – продолжал Уилсон. «Переждем немного, а потом пойдем посмотрим». «То есть как?» «Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу». «А-а-а-а», – сказал Макамбер. «Замечательный лев, черт побери, весело», – сказал Уилсон. «Только вот спрятался в скверном месте». «Чем она скверная?» «Не увидите его там, пока не подойдем к нему вплотную». «А-а-а-а», – сказал Макамбер. «Ну, пошли», – сказал Уилсон. «Мэмсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след». Они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляя за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макамбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови. Туземцы указали на них длинными стеблями. «Что будем делать?» – спросил Макамбер. «Выбирать не приходится», – сказал Уилсон. «Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать, он будет уходить от шума. Но раненый лев нападает. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь искалечит. А ружьеносцы?» «Ну, они-то пойдут с нами. Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается». «Я не хочу идти туда», – сказал Макамбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит. «Я тоже», – сказал Уилсон бодро, – «но ничего не поделаешь». Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макамбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо. «Вы, конечно, можете не ходить», – сказал он. «Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого». «То есть вы хотите пойти один? А, может быть, оставить его там?» Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макамбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное. То есть как это? Просто оставить его в покое. Сделать вид, что мы не попали в него. Нет, просто уйти. Так не делают. Почему? Во-первых, он мучается, во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться. Понимаю. Но вам совершенно не обязательно идти с нами. Я бы пошел, – сказал Макамбер. Мне, понимаете, просто страшно. Нет, я пойду. Ну, тогда, – сказал Уилсон, – держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу. Пошли. Мне бы глотнуть воды, – сказал Макамбер. Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка. Тот отстегнул ее, отвинтил колпачок и протянул фляжку Макамберу. Старый туземец шел впереди, высматривая следы крови. Уилсон со штуцером на изготовке подстерегал каждое движение в траве. Второй туземец смотрел вперед и прислушивался. Макамбер взвел курок и шел следом за Уилсоном. И не успели они вступить в траву, как Макамбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит в безумном страхе, бежит, сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью. Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона коронг и еще раз коронг. И, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а Уилсон переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится. Потом опять вспышка кронг издула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед. И Маккомбер, стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей, один белый, с презрением глядели на него, понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону, самый рост его казался немым укором, и Уилсон посмотрел на него и сказал, «Снимки делать будете?» «Нет», — ответил он. Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Жена ни разу не взглянула на Маккомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сидении, а Уилсон впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сидения и поцеловала его в губы. «Ну-ну», — сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром. «Мистер Роберт Уилсон, — сказала она, — прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон. Потом она опять села рядом с Маккомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей туда, где лежал лев. Так обстояло дело со львом. Маккомбер не знал, каково его жене. Знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавицей, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше. Она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Было три часа ночи, и Фрэнсис Маккомбер, который заснул ненадолго после того, как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга. Он видел во сне, что над ним стоит лев с окоровавленной головой, и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа. Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полок и уютно влеглась в постель. «Где ты была?» – спросил Маккомбер в темноте. «Элло!» – сказала она. «Ты не спишь?» «Где ты была?» «Просто выходила подышать воздухом. Черт-то с два!» «А что я должна сказать, милый?» «Где ты была?» «Выходила подышать воздухом. Это что? Новый термин? Шлюха! А ты трус! Пусть, – сказал он, – что же из этого? По мне ничего. Ну, давай, милый, не будем сейчас разговаривать. Мне очень хочется спать. Ты воображаешь, что я все стерплю? Я это знаю, дорогой. Так вот, не стерплю. Пожалуйста, милый, давай помолчи. Мне ужасно хочется спать. Еще до рассвета все трое сидели за завтраком. И Фрэнсис Маккомберг чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона. «Как спали?» – спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку. «А вы?» «Отлично!» – ответил белый охотник. «Значит, она его разбудила, когда вернулась». «Думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше». «Что он воображает, что я святой?» «Следил бы за ней получше. Сам виноват». «Как вы думаете, найдем мы Буйволов?» – спросила Маргарет, отодвигая тарелку с абрикосами. «Вероятно!» – ответил Уилсон и улыбнулся ей. «Едем охотиться?» – спросил он. «Да!» – сказал Маккомберг, вставая. «Да!» Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом в сером свете утра зигзагами поднялся на высокой берег по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян. Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал «Смотрите, вот они!» Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на местном языке и, взглянув, куда он указывал, Маккомберг увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловище напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы. «Три старых самца», — сказал Уилсон, — «мы успеем отрезать им путь к болоту». Автомобиль летел по кочкам, и на глазах у Маккомбера буйволы все росли и росли. Они подъехали совсем близко, и он уже вскинул ружье на Уилсон, крикнул, «Вне с машины идет вы таки!» И у Маккомбера не было страха, только ненависть к Уилсону. А тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась. И Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую, и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли. А потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды. А он все уходил, и уже, перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал, заметив, что те два все скачут, Маккомбер выстрелил в вожака и попал. Теперь третьего, сказал Уилсон, вот это стрельба! Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Маккомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли. И Уилсон крикнул, едем, так не достать, и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку. Маккомбер с одной стороны, Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно прямо вперед. Они быстро нагоняли его, и Маккомбер выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще. И пули хоть и попадали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Маккомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Маккомбер выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени. Здорово, сказал Уилсон, чисто сработано. Теперь все три. Маккомбера охватил пьяный восторг. Сколько раз вы стреляли, спросил он, только три, сказал Уилсон. Первого убили вы, самого большого, двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил, отлично стреляли. Пойдемте к машине, сказал Маккомбер. Я хочу выпить. В автомобиле сидела жена Маккомбера. Очень бледная. Ты был изумителен, милый, сказала она Маккомберу. У меня голова разболелась отчаянно. Это так волнует. Мы потеряли одного ружьеносца. Вы заметили? Господи, нет, сказал Маккомбер. Вот он идет, сказал Уилсон, живеханик. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола. Старый туземец, прихрамывая, шел к ним. Лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на местном языке. И все увидели, как белый охотник изменился в лице. Что он говорит, спросила Маргарет. Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу, сказал Уилсон без всякого выражения. Вот как, сказал Маккомбер рассеянно. Значит, теперь будет точь-в-точь, как со львом, сказала Маргарет, оживляясь. Будет, черт побери, совсем не так, как со львом, сказал Уилсон. Маккомбер ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне. Но оно не вернулось. Первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга. Пойдем за ним сейчас, нетерпеливо, сказал Маккомбер. Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой. Знаете, теперь я, наверное, никогда больше ничего не испугаюсь, сказал Маккомбер Уилсону. Я чувствую себя совершенно другим человеком. Что-то вам не произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение. Полезно для печени, сказал Уилсон. Чего только с людьми не бывает. Не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия. И это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется 21 год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать, и не было времени поволноваться заранее, вот что понадобилось для этого Маккомберу. Но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон, и наставлять себе рога он, наверное, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, чёрт возьми. Забившись в угол автомобиля, Маргарет Маккомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чём его сила. Но Фрэнсис Маккомбер изменился. И она это видела. «Ты что-то вдруг стану ужасно храброй», презрительно сказала она, но в её презрении не было уверенности. Ей было очень страшно. Маккомбер рассмеялся непринуждённым весёлым смехом. «Представь себе», – сказала она, – «действительно стал». «Не познали», – горько сказала Маргарет. «Для меня нет», – сказал Маккомбер. Маргарет ничего не сказала, только ещё дальше отодвинулась в угол машины, потому что она очень старалась, чтобы всё было хорошо. Много лет старалась. А в том, как они жили сейчас, винить было некого. Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зелёным языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Маккомбер чувствовал, как у него колотится сердце, и во рту опять пересохло. Но это было возбуждение, а не страх. «Ах, вот здесь он вошёл в заросли», – сказал Уилсон и приказал ружьеносцу, – «Найди след». Автомобиль поравнялся со страхом зелени. Маккомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Маккомбер увидел, что жена смотрит на него, и ружьё лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила. Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо, старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Маккомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг старик сказал что-то Уилсону и побежал вперёд. «Он там и сдох», – сказал Уилсон. «Чистая работа». Он повернулся и схватил Маккомбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, сжали друг другу руки. Туземец пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком быстро, как краб, а за ним буйвал. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, а Маккомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушённого грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвала дёрнулась. Он снова выстрелил прямо в широкие ноздри и снова увидел, как вскинули скверку рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона. Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйвалу в плечо. Маккомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, в тяжёлые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша. Маккомбер, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвал громоздился уже над ним, и его ружьё было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперёд головой. Он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу. И больше он никогда ничего не чувствовал. Миссис Маккомбер с автомобиля выстрелила в буйвала, когда казалось, что он вот-вот подденет Маккомбера на рога, и попала своему мужу в череп. Фрэнсис Маккомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвал. Его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон. Женщина истерически плакала. «Ну и натворили вы дел», сказал Уилсон совершенно безучастно. «А он бы вас непременно бросил». «Перестаньте», сказала она. «Конечно, это несчастный случай», сказал он. «Я-то знаю». «Перестаньте», сказала она. «Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так». «Перестаньте, перестаньте, перестаньте», крикнула женщина. Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами. «Больше не буду», сказал он. «Я немножко рассердился». «Ваш муж только-только начинал мне нравиться». «О, пожалуйста, перестаньте!» «Пожалуйста!» «Так-то лучше», сказал Уилсон. «Пожалуйста, это много лучше». «Теперь я перестану». Теперь я перестану. «О, хорошо». «Если кто-тоусте, перестану» «Я не выставил». «Е ‖ К cosas». « zichзанджавайся». Продолжение следует...